Удивительный такой пример. Я много лет посещаю со студентками, ну уже с выпускницами чаще всего, которым я преподаю разные предметы, посещаю больницы, психоанилогические интернаты. И, как правило, когда мы идем, допустим, иду я, идет несколько студенток, ну студентки же молодые, и какая проблема основная у всех девушек, у них нет жениха, они печалятся, огорчаются, и всю дорогу они мне как преподавателю говорят, что вот им грустно, что вот им печально, и идут с печальным сердцем. Но когда они выходят из этого интерната, я замечал, что они выходят счастливыми. Удивительная совершенно перемена, которая действительно, ее сделал не я, ее сделали не те больные, которые присутствуют в этом интернате, ее сделал Господь. И ты смотришь и удивляешься, что вот оказывается, как бывает. И приведу еще один интересный пример по этому поводу. Как-то раз ко мне после занятий подошла тоже одна студентка, а у нас люди получают второе высшее образование, поэтому учатся люди разного возраста. Не только, допустим, 17-16-летние, но и люди 25-30-летние, ну разного возраста. И одна студентка подходит и говорит, вы знаете, я уже, наверное, лет 5 читаю на клиросе, лет 5 уже хожу в храм, но я не чувствую Бога. Я не знаю, как это почувствовать Бога, почувствовать этот свет в душе, эту красоту. Не могли бы вы мне помочь? Я говорю, свободны ли вы в воскресенье? Она говорит, свободны. Да, я говорю, поехали после службы в интернат, в больницу. И мы действительно с ней поехали. И, ну, традиционно выполнили волонтерскую работу, там попоили чаем больных, покормили, там, ну, кого надо поутешали. Ну, то есть, вот, я знаю, некоторые из вас тоже ездят, так и знают эту работу хорошо. И меня удивило, что когда мы вышли из больницы и шли обратно, то эта студентка сказала так. Она сказала, что я впервые за 5 лет чувствую реальность Бога, что Бог действительно существует. А не просто о нем прочла, не просто доверилась какой-то информации, но пережила, что он действительно есть, что он реальный. И почему так? Потому что на нас лежит ответственность сделать из земли небо. Это возможно только тогда, когда нам будет нужен другой. И насколько мы радуем другого, настолько, в свою очередь, творец всяческих и поэт этого мира радует нас и вдохновляет нас за то, что мы обрадовали кого-то. Не случайно известный донбасский старец Зосима говорил, что доброе слово исцеляет лучше таблеток. И однажды даже в его жизни был такой случай, когда к нему приехало, наверное, около, может быть, человек 15 священников из Донецкой области. Он их принимал, усадил у себя в келье, общался с ними. И задал им такой вопрос, который, кажется, очень простой, понятный. Он спросил их, что такое православие священников. Ну, конечно, священники отвечали серьезно, вдумчиво. Кто-то привел пример из догматического богословия, кто-то из катехизиса, кто-то еще привел какой-то пример. Но каждый раз старец Зосима отвечал, что хотя все эти примеры хороши и правильны, но это не то, что он хотел бы услышать. И тогда священники спросили, а как бы вы объяснили, что такое православие? И старец дал ответ такой, который невозможно вычитать в книгах, но который может очень вдохновить. Он сказал, что православие – это когда всех жалко. Православие – это когда всех жалко. Понятно, что такой ответ не вычитаешь. Его нельзя прочесть, но его можно пережить. Пережить и сказать другому, как ценный опыт своей жизни. Потому что воспринимая таким образом мир, мы видим, что нам в этом мире есть много доброй работы. И нам становится интересно ее делать. Расскажу об этом еще такую историю. Как-то я вел взрослую воскресную школу в одном из приходов своего города в храме. И после занятия некий панамарь, юноша, может быть, лет 24-23, сказал, что хочет рассказать и свою историю в контексте того, что сейчас было сказано. И рассказал такое. Говорит, что когда он стал панамарем, то пришел в некий храм и стал там служить в алтаре. Но его огорчало, в общем-то, то состояние, с которым, наверное, многие часто сталкивались. Ощущение того, что ты в храме не нужен. Вот ты ходишь, но вот как будто бы тебя и нет. Есть ты или нет. Ну, люди как бы здороваются. Вроде бы некоторые приветливые. Но вот личной вот этой доброй заинтересованности, того, что мы бы хотели увидеть в храме, нет. Потому что понятно, что каждый из нас, несмотря на все разговоры о том, что церковь – это врачебница, но каждый хочет увидеть в церкви вот этих вот сияющих небом людей, как реальное доказательство того, что Бог жив, что Он действенен, что Он с нами. Вот этой вот красоты и сияния нет. И он этого не увидел. Тогда он перешел в другой храм, стал ходить туда, но и там тоже он чувствовал себя ненужным, лишним, посторонним. Он перешел в третий храм, но и там повторилась та же история. И тогда он задумался, может быть, что-то он должен поменять не только в храме, но и в себе. И пришел к очень удивительному, парадоксальному выводу. Он решил найти в храме среди прихожан какую-нибудь старушку, которая тоже одинока, которая испытывает те же чувства одиночества. Это сделать несложно, потому что в храме множество старушек, которые одиноки, ну, вообще множество людей, которым одиноко. Он нашел такую старушку и предложил ей раз в неделю помогать. Действительно, он там то приносил ей какую-то еду из магазина, то просто там мог помыть, не знаю, там стекла или печку помыть и заварить там чай. Но самое главное, он с ней разговаривал. Он тратил на это, может быть, час, может, полтора в неделю. Немного, кажется. Но старушка воспряла духом и было очень светло от того, что кто-то с ней занимается, кто-то общается. И потом этот человек сказал, говорит, что теперь после этого, оглядываясь на свою жизнь в этих трех приходах, я вижу, что в каждом приходе были люди светлые. Вот эти вот люди неба. Но вот я их не видел. Не видел до тех пор, пока сам не стал помогать другим. Какой удивительный опыт, да? Оказывается, человек может и не увидеть что-то красивое, пока он сам этой красоте не вполне причастен. Или вот совершенно другой пример. Одна моя знакомая, которая теперь живет в Москве, мы с ней много лет посещали психонерологический интернат. И она говорила, что когда она приезжает, точнее, приезжает в интернат, то она когда-то была совсем другой. Она была обыкновенной студенткой и курила, и плохо себя вела. Но потом вот эта удивительная перемена в ней произошла, которая заметна всем. Причем даже пациенты интерната, они говорили мне как-то о ней, что... Вот удивительная фраза, они сказали, мы ждем ее как Бога. Кажется, нельзя, да, применять такие слова к людям. Но это же люди, скажем так, больные. И они выразили нечто у ней, что было для них драгоценно, что они чувствовали как какое-то сокровище. И так они об этом сказали. И действительно, когда теперь на нее смотришь, то ты просто восхищаешься вот этим вот небом на ее лице. Она читает в храме часы, каноны. И когда... Ну и вы знаете, да, что когда читаются часы, уже многие спят, прихожане, да? Но когда она начинает читать часы, все просыпаются от какого-то, знаете, особого такого духовного состояния, потому что она вкладывает в это чтение то, что, ну не знаю, там, допустим, афонский иконописец может вложить в икону. Вот это вот чувство молитвенного предстояния перед святыней. А она это же чувство предстояния вкладывает в свое чтение канона или часов, и ты чувствуешь эту красоту, и ты встречаешься с Богом через ее чтение. Но если обратить внимание на ее жизнь, то мы увидим, что и это в ней произошло потому, что она много лет помогала другим. И эта разительная перемена связана с ее способностью исцелять боль. Ведь посмотрите, и само служение Христа на земле было не только служением спасения, но и служением исцеления боли. Он старался каждому помочь в любой ситуации. Больных исцелять, голодных кормить, огорченных утешать, тех, кто чувствовал, что печаль, давать надежду. И даже само Царство Небесное, по мысли Исаака Сирина, растет в нас по мере нашей жертвы, по мере того, как мы отдаем себя кому-то или чему-то. И каждый это знает. Я даже когда провожу уроки для маленьких деток с 1 по 4 класс, они прекрасно знают это чувство. Ты кому-то что-то дал, у тебя этого нет, но ты чувствуешь свет в душе. Удивительно. Но это, собственно, есть волонтерство. Оно может быть в разных видах, совершенно в разных. Но мне кажется, что первая помощь в волонтерстве – это помочь другому обрести радость. И я много думал, что же может этому способствовать. И читал, что писали святые отцы о том, как можно обрести радость и подарить ее другому человеку. И оказалось совершенно такой удивительный, парадоксальный момент. Оказалось, что для обретения радости человеку важно думать правильно. Кажется, совершенно странная вещь. Но я объясню, что имею в виду. Здесь был такой святой Марк Фесский в XIV веке. И он говорил слова, на которых можно основать всю, наверное, психологию и всю психотерапию. Он говорил, что причина всех наших страданий находится в наших мыслях. Поразительно, да? Как может так быть? Но если задумаешься, действительно так. Ведь то, что с нами происходит, влияет на нас в зависимости от отношения нашего к тому, что с нами сейчас происходит. Помните, как, допустим, тот же Паисеофонский? Да, он ехал в каком-то переполненном грузовике, и на голову ему сыпались корзины, а он думал о том, как ему будет хорошо в раю. И эти корзины практически не замечал. Но каждый человек, каждый человек, где бы он ни находился, он мучается от многого. Он мучается от слухов, плохих предчувствий, каких-то снов, нехороших мыслей и так далее. Все это способствует развитию в человеке страхов, фобий, которые не являются грехами, но которые отравляют жизнь человека. Приведу такой пример. Как-то я разговаривала с одной женщиной, пенсионеркой, которая всю жизнь проработала на одном большом металлургическом заводе в городе Донецке. И она рассказала такую историю, сказала, что я когда-то, когда еще была не на пенсии, я очень боялась во время работы, потому что нам все время говорили, что с завода однажды будут увольнять всех женщин. Это я работала и боялась. Прошло время, теперь я на пенсии, теперь так не говорят. Но теперь стали говорить, что с завода станут увольнять пенсионеров, а она все равно работает на заводе. То есть представьте себе, человек всю жизнь проработал на заводе, но он не знал ни минуты радости, он всю жизнь провел в страхе. Почему? Ответ мы находим у святого Тихона Задонского, который говорит, что у демонов есть две цели. Большая и маленькая. Локальная, то есть всеобщая, чтобы человек не спасся. Точнее глобальная и локальная. Чтобы человек не знал радости на земле. А поскольку враг рода людского не может напрямую отнять у нас радость, это не в его власти, то он пытается воздействовать на наши мысли, на наши чувства. Чтобы нам казалось, что происходящее с нами это плохо. Чтобы мы чего-нибудь боялись. А бояться можно чего угодно. Смотрите, такой парадоксальный пример. Я веду психологические консультации с разными людьми, с девушками, и с незамужними, и с замужними. Я заметил, что незамужние жалуются на то, что у них нет мужа, а замужние на то, что у них есть муж. То есть человек всегда может быть чем-то, как ни странно, недоволен. И вот эти постоянные страхи, мысли, тревоги, они могут отравлять любого из нас. И когда, поскольку мы это заметили не первые, когда эту проблему заметили монахи времен Антония Великого, то они нашли способ преодоления такой беды. А именно открыть свои мысли тому человеку, который духовно опытен, и который может помочь тебе подумать в данной ситуации правильно. И здесь можно сказать, что таким человеком может быть для опекаемого волонтер. То есть любой из нас, кто хочет помочь другому, он может помочь ему в ситуации, которая его тревожит, подумать правильно. И это действительно помогает. Приведу такой пример, который может показаться удивительным, но это действительно было. Один мой студент, выпускник, обратился к служителю церкви в Донецке. Это было в 2014 году, когда были боевые действия. И он обратился с такой проблемой, что его пугают звуки падающих снарядов на улицах. И служитель церкви дал ответ, который тоже удивляет. Он сказал, каждый раз, когда вы слышите взрыв снаряда и разрыв снаряда, говорите, слава тебе, Господи. Удивительный ответ. Но мой товарищ, вот этот студент, он понял глубинный смысл этого ответа. Что Бог все равно все держит в своей руке. Что происходящее находится в русле его промысла. А поэтому мы глубинно можем довериться Богу, даже в том, что нам кажется тяжелым и трудным. И мы не понимаем, почему в нашей жизни сейчас происходит именно так. И вот этот вот труд доверия, он сложен, но он возможен. И мы можем помочь именно в этом труде довериться Богу другому человеку, нашему опекаемому, с кем мы будем работать. Именно услышав ту мысль, которая его тревожит. И сказать ему какие-то слова, которые помогут ему думать правильно. Здесь можно также сказать, что Бог познается всегда на опыте. Он познается делами и молитвой. Он познается путем деятельной помощи другому. Разникает вопрос, как сделать Бога участником нашей личной жизни. Люди часто жалуются, мне приходится ездить по разным городам, и эту жалобу я слышу часто, что человек говорит, я много лет хожу в храм, 10-15, но я не чувствую Бога. Как его почувствовать, как его пережить? Бог не приходит. Почему так? Потому что Господь ставит свое отношение к нам в зависимости от нашего отношения к другому. И когда человек, кто-то из нас, начинает делать эти добрые дела, он вдруг начинает переживать Бога как реальность своей жизни. Как ту реальность, которая возможна для нас и в которой мы можем участвовать. Конечно, здесь тоже есть разные степени, разные уровни такой помощи. Понятно, что какой-нибудь афонский старец здесь поможет максимально, а мы поможем меньше. Но, тем не менее, и мы тоже можем оказать такую помощь. Вот одна моя знакомая, удивительная женщина, которая занимается с больными детками много лет, она очень сильная женщина, отважная. Она говорила, что в жизни каждого человека должен быть кто-то, с кем мы можем почувствовать себя слабым. Вот, знаете, такое вот, когда приходишь к кому-то, и ты понимаешь, что он тебя защитит. Ну, по крайней мере, даже, может быть, не палкой там кого-то побьет, но ты чувствуешь себя защищенным. Это очень важное чувство. И волонтер может быть таким человеком для того, кого он опекает. То есть, тем, с кем мы можем почувствовать, тут он может почувствовать себя слабым, себя тем, кто его защитит. И, таким образом, через это человек, тот, кого мы опекаем, и мы тоже встречаемся с Богом. И эта встреча происходит обоюдно и одновременно. Ведь вера – это не только доверие каким-то историческим фактам, которые касаются религии. Вера – это живое присутствие Христа в человеке. И насколько Бог наполняет наше сердце, настолько человек и ощущает реальность духовного мира. Как-то я спросил у старца Илья Оптинского, каким образом можно иметь живую веру, настоящую веру. И старец ответил, что это зависит от чистоты сердца. То есть, насколько мы делаем сердце чистым, настолько мы и ощутим, что Бог реально существует. И наоборот. Почему, допустим, маленьким детям не нужно объяснять, говорить о реальности Бога, они его чувствуют. А когда человек становится постарше, это чувство живое уходит. И к этому же открытию, в зависимости греха от того, чувствуешь ты Бога или нет, приходили не только старцы. Вот, допустим, у Паскаля есть такое интересное наблюдение, когда он говорит одному другу, что увеличивать веру нужно не увеличением доказательств, а уменьшением грехов. И одновременно помощь другому человеку, помощь тому, кто рядом с нами. И теперь, если бы кто-то спросил меня, каким образом можно, даже ходя много лет в храм, не сойти с пути веры и укрепиться в ней, ощутить реальность духовного мира, то я бы дал три совета. Все они взаимосвязаны. Первый – это частое посещение литургии. Повторюсь о том, о чем говорил сначала, что когда я и мои друзья начинали ходить в храм, мы не чувствовали Бога, у нас не было никакого живого чувства. Но мы говорили сами себе, что мы не сможем ощутить Бога без Его помощи. И мы ходили часто причащаться. И в конце концов, чувство живого Бога приходило через год, полтора, два, и мы ощущали это как реальность. То, что раньше было закрыто. Второе – это всегда помнить, что люди вокруг нас остро нуждаются в помощи. И помощь может быть совершенно разнообразной. Подойти к кому-то, сказать доброе слово, с кем-то чем-то поделиться. В храме рядом с нами всегда стоят люди, которым одиноко, которым можно чем-то помочь. Мы увидим, если будем внимательны, что в храме, скорее всего, нет даже ни одной старушки, которая бы не нуждалась в этом чувстве того, что она нужна. Может быть, у нее хорошая пенсия, может быть, она не нуждается материально, но она обязательно будет нуждаться в ласке, в добром отношении. Вспоминается случай, когда один мой знакомый просто зашел в некий храм на службу. Может быть, в этот храм он впервые зашел. И просто вот ему какая-то старушка понравилась, и он как-то хотел выразить свои чувства. Он протянул ей какую-то купюру, то ли в 50, то ли в 100 рублей, небольшую. И старушке, как потом оказалось, деньги были не нужны. Но она расцвела от того, что кто-то обратил на нее внимание. И потом она говорила, она все время с этим человеком здоровалась. Все время что-то ему пыталась сказать, даже обнять его, как-то проявить свои чувства, потому что он впервые из всего прихода отнесся к ней как к человеку. И это ее порадовало и вдохновило. У многих возникает вопрос, с чего можно начать волонтерский путь. Многие люди даже удивляются, слыша о волонтерстве, как это можно делать. Интересно, что сами волонтеры тоже удивляются, потому что они чувствуют, что без этого они не могут жить. Вот такой интересный парадокс. И те, кто действительно хотят присоединиться к волонтерскому движению, часто не знают, с чего начать. Они недоумевают, разве могут они кого-то порадовать, кому-то облегчить страдания, боль и так далее. Часто даже спрашивают, нужны ли какие-то особые умения для этого, нужна ли благословение, нужна ли мудрость, нужны ли силы. Здесь нужно, конечно, сказать, что благословение нужно. Однако, это не значит, что благословение само по себе рождает стремление к волонтерству или к миссии. Дело в том, что в православном понимании благословение – это не юридическое разрешение сделать что-то или не сделать. Это неспослание божественной помощи на тот труд, который хочет совершить наше сердце. Поэтому благословение не может, допустим, породить поэта или писателя, или художника, или музыканта, или программиста, и волонтера тоже не может породить. Но оно может дать силы тому, что мы хотим совершить. Это как раз будет тот факт, когда от избытка сердца говорят уста. И если этот избыток есть, то благословение его поддержит. Благословение поможет такому человеку. Когда к митрополиту Антонию Сурожскому приходили люди и спрашивали, можно ли им стать священниками, он говорил, что станьте, если вы сможете говорить о Боге так, как никто никогда не говорил до вас. То есть, это личное отношение, которое возможно в любом деле. Потому что благодать Господня помогает каждому из нас открыться неповторимым образом в том, что мы делаем и в нашей жизни. То есть, и в нашем сердце, и в волонтерстве. И это волонтерство, оно, кроме всего прочего, помогает и нам самим. Мне даже вспоминается по этому поводу один случай, который с аварийом меня просто поразил. У нас в Донецке есть один общий знакомый, который постоянно унывает. Ну, я его знаю уже лет семь, и он унывает все время. А некоторые моего товарища знают уже лет его пятнадцать и говорят, что он все время находится в состоянии непрекращающегося уныния. Ему кажется, что все плохо, что все нехорошо, что вот его будут подстерегать несчастье, огорчение и так далее. И он все время спрашивает совета, как ему выйти из этого состояния. Он спрашивает совета у старцев известных, даже вот на афонским старцам писал. Он спрашивает совета у известных в стране психологов. Ему давали прекрасные советы. Но поскольку он ничего не исполняет из того, что ему советуют, то, естественно, помощи нет. И вот как-то раз мы с ним шли мимо одного большого кафедрального собора в Донецке. И в соборе, как обычно, всегда сидят нищие. И он говорит, подожди меня минутку, достает какую-то тоже купюру, может, рублей в пятьдесят, подходит к нищему и дает ему эту купюру. И когда он возвращается ко мне, говорит, знаешь, мне стало легче. Ему не на все время стало легче. Потом он снова стал унывать. Но меня в тот момент поразило следующее, что советы, как таковые, прекрасные советы и старцев, и психологов замечательных, ему не помогали. Но как только он сделал дело милосердия, просто протянул деньги нищему, ему в тот момент стало легче. И мы с ним шли долго еще, мы любим пешие прогулки, и ему где-то еще, может быть, около часа было легче. То есть вот это вот состояние какое-то время еще сохранялось. Я подумал, что было бы, да, если подрегулярно что-то делал, как бы это на него отразилось. И здесь важно понять, что каждый из нас наделен своими неповторимыми талантами и способностями по-своему проводить волонтерство, по-своему быть волонтерами и обратить свои способности на пользу другого. Так, допустим, я знаю одну прекрасную девушку, которая жила рядом с Киево-Печерской лаврой. И она, когда там жила, она собирала записки о здравии и упокоении, бесплатные, бесплатные, у людей по телефону, которые живут далеко от лавры в других городах. И она подавала эти записки просто вот как знак своей жертвы, чтобы порадовать этих людей. Еще одна девушка, которая имела машину, подвозила, допустим, пожилых людей до центра города или там куда-то еще от центра до своей остановки. Ей это было несложно, она все равно ехала по этому маршруту. Ну, просто она остановилась на остановке и говорила, кого подвезти. Сначала люди даже как-то терялись, потом стали садиться. Ну, правда, она потом поняла, что она всегда говорила, кого подвезти бесплатно. А потом, что иначе, пенсионеры так пугаются, думают, может быть, это обман, там у нас что-то отберут. А когда сказать бесплатно, тогда они успокаиваются. Еще есть одна моя знакомая студентка, которая регулярно перебирает свой шкаф с одеждой. А у девушек, понятно, всегда скапливаются горы ненужной одежды в течение года. И вот она несколько раз перебирает этот шкаф и отдает излишки одежды в интернат или в какую-нибудь больницу, то есть где это может быть нужно. Или тот же самый интернат. Кто-то ездит в интернат работать с больными. Кто-то дает деньги на угощение больным. Есть такие, кто обеспечивает транспорт для поездки. А в результате получается, что общее дело, то есть каждый сделал какую-то свою часть работы, а дело получилось общим и польза к людям пришла. И отсюда получается, что форм у волонтерства может быть очень и очень много. Эти формы зависят от вашей личной жизни, от того, что может и на что способен каждый из вас. Потому что волонтерство это, по сути, любое доброе дело по отношению к другому человеку. И это доброе дело, оно не остается без награды. Потому что волонтер вдруг с удивлением замечает, что его, то есть наша жизнь в вере приобретает осмысленность. Уходит вот это вот огорчительное чувство какого-то, знаете, такого круга повторяемости. Вот пост, допустим, вот служба, а живого чувства для чего это нет? То, о чем говорил, помните, Амбросий Оптинский, что бывает верующий честно все делает, но делает вот как вот какая-то лошадь, которая запряжена в повозке. И вдруг неожиданно она останавливается и не понимает, зачем ей идти дальше и для чего действовать дальше. А добрые дела, они дают возможность пережить, для чего нам нужно действовать дальше. Для чего нам нужно все это делать. И еще очень интересно, Григорий Богослов об этом рассуждал. Он говорил, что тот факт, что в мире есть больные, страдающие, одинокие, несчастные, не должен быть для нас поводом кропоту на Бога. Но Господь допускает всю эту боль, в том числе и для того, чтобы мы стали соучастниками в радости другого. Чтобы мы вместе с Богом смогли принести в жизнь другого радость и утешение. И если человек хочет это делать, то он находит на это время, потому что существует, повторюсь, очень много форм волонтерства. И здесь нужно сказать, что люди реально меняют жизнь своими поступками. Они могут осветить этот мир даже, допустим, в пределах своей квартиры. Вспоминаю по этому поводу еще такой случай. Еще одна моя студентка, та самая, которая раздавала вещи из шкафа, как-то заметила такую интересную вещь. Однажды она варила борщ для своего мужа. И борщ же есть, да? Она, ну, все знают это блюдо, вот, варила борщ. И она при этом злилась, что муж то ли задерживается где-то, то ли что-то какая-то ссора была. И она заметила, что борщ быстро прокис. Она это обдумала и решила в следующий раз варить борщ с молитвой о муже, с благодарностью Богу, что он дал ей семью, дал ей деток. И так и поступило. И муж, который не знал ни о подоплеке первого, ни о подоплеке второго случая, еще, наверное, месяц вспоминал, какой в тот день был вкусный борщ. Удивительно, да? Но это говорит о том, что каждый из нас может осветить вокруг себя какое-то пространство, может принести свет в то, что он делает. Ведь подобные примеры говорят о том, что любой из нас может делать добро на земле и этим вдохновиться сам. И делать это добро каждый из нас может так неповторимо и творчески, как вообще неповторимой становится жизнь всякого доброго человека. Ведь все добрые добры по-своему, хотя счастливы они одинаковы. Это то, дорогие, что я хотел вам сегодня рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok